Несмотря на то, что Великобритания считается родиной танка, далеко не все английские машины были успешными и пошли в серийное производство. Тем не менее, многие из них внесли очень весомый вклад в мировое танкостроение. Представляю вашему вниманию 10 редких танков Великобритании разных эпох, которые не пошли в серию, либо выпускались небольшими партиями. Литл Вилли – первый в истории работоспособный прототип танка, построенный в 1915 году в Великобритании. Большинство механических компонентов, включая радиатор, были заимствованы с тяжелого артиллерийского тягача производства Форстер Даймлер. Машина оборудована двигателем Даймлер мощностью в 105 лошадиных сил. Подвеска с двумя топливными баками расположена сзади, что оставляет достаточно места под предполагаемой башней с двухфонтовым орудием Виккерс. В корпусе могли быть установлены до шести пулеметов. Первоначально предполагались пулеметы Мадсона, затем остановились на двух 7,7-мм пулеметах Виккерс. Главное орудие имело большой боезапас – до 800 выстрелов. Экипаж состоял из четырех-шести человек. Максимальная скорость не могла превышать 2 мили в час. После войны маленький Вилли было решено сохранить для последующих поколений. В 1940 году его защитили от утилизации на металлолом, и в настоящее время танк демонстрируется в танковом музее Бовингтон. Виккерс А1Е1 «Индепендент» или «Независимый» – опытный британский пятибашенный тяжелый танк 20-х годов. Машина была создана фирмой Виккерс в 1926 году с оглядкой на опыт французского тяжелого танка «Шар-2С», но благодаря более рациональной компоновке избежала ряда недостатков последнего. Размещение всех пулеметов в четырех однотипных башенках, сгруппированных вокруг главной башни кругового обстрела 47-мм пушкой, значительно увеличивало гибкость огня и позволяло нацелить на один объект как минимум два пулемета и орудие. Традиционно распространено мнение, что «Индепендент» оказал существенное влияние на создание советского тяжелого танка Т-35, однако в архивных документах нет данных о том, что советская комиссия под руководством Гинсбурга во время своего пребывания в Англии интересовалась этой машиной. Не исключено, что советские конструкторы пришли к пятибашенной схеме самостоятельно, независимо от их английских коллег. Так или иначе, А1Е1 «Индепендент» не был принят на вооружение и не пошел в серию, что сохраняет за Т-35 лавры единственного в мире серийного пятибашенного танка. «Викерс Медиум Марк 3», также известен как «Викерс 16-тонный», британский средний танк межвоенного периода, создан в 1926-31 годах. «Викерс 16-тонный» представлял собой трехбашенный танк классической компоновки с двухъярусным расположением пушечно-пулеметного вооружения. Послужил прообразом для советского среднего танка Т-28. В качестве силовой установки на первых двух прототипах использовался 180-сильный карбюраторный двигатель В-8 с воздушным охлаждением. Вооружение размещалось в трех башнях – большой 47-мм пушка и 7,71-мм пулемет, и двух малых по 2,771-мм пулеметов каждый. Экипаж состоял из шести человек. Бронирование – от 9 до 14 мм. Испытания, проведенные в конце 1927 года на полигоне Фарнборо, показали, что машина развивает максимальную скорость до 40 км в час. Однако их подвеска, во многом заимствованная у танков Марк-1 и Марк-2, оказалась неудачной. В 1928 году был изготовлен третий экземпляр танка – А6Е3. Количество пулеметов на нем сократили до трех, по одному в каждой башне, и установили новую шестискоростную планетарную коробку передач конструкции Вильсона. Всего было выпущено три серийных танка, состоявших на вооружении британской армии до 1938 года. В боевых действиях они не применялись. ТОК-2 – прототип сверхтяжелого танка армии Великобритании, периода Второй мировой войны. ТОК-2 стал развитием танка ТОК, разрабатываемый так называемым Комитетом по развитию спецтехники – Министерства снабжения Великобритании. Танк схож со своим предшественником – танком ТОК-1, и позаимствовал у него множество конструктивных особенностей, но при этом использовалась башня от танка Челленджер А30 с 76-мм пушкой QF-17 Паундер. Также было решено отказаться от ромбовидной гусеничной схемы танка ТОК-1, типичной для британских танков Первой мировой войны. Гусеницы уже не в полной мере охватывали борта корпуса. Первые испытания прототипа прошли в марте 1941 года. Никаких дальнейших разработок не происходило, хотя была предложена пересмотренная версия ТОК-2 R. R был бы короче на 6 футов, использовал торсионную подвеску и не имел спонсонов. Работы над проектом были окончательно прекращены в 1944 году. На данный момент сохранился один экземпляр модифицированной версии танка ТОК-2. Тяжелый штурмовой танк Excelsior А33 – опытный тяжелый штурмовой танк Великобритании – период Второй мировой войны. Опыт боев в Северной Африке в 1941-1942 годах, а также появление в рядах британской армии американских средних танков привел к серьезному изменению танковой политики генерального штаба британской армии. Было решено создать универсальный танк, способный заменить пехотные и крейсерские танки. Корпус танка А33 был аналогичен корпусу Кромвеля в качестве вооружения на танк устанавливались 75-мм пушка и два 792-мм пулемета. Боекомплект состоял из 35 снарядов и 5000 патронов. Толщина бронирования лобового бронелиста достигала 114 мм. На испытаниях А33 Excelsior показал достаточно хорошую максимальную скорость по шоссе – 39 км в час при плохой маневренности. Запас хода составлял 160 км. Это заказчика не устраивало, в результате чего появился А33 с измененной ходовой частью. Также было изменено бронирование ходовой части. Однако, пока шли испытания и доработки, создатели Черчилля исправили большинство недостатков машины, поставив на танки 75-мм и 95-мм орудия. В связи с этим производства А33 Excelsior сочли нецелесообразным. А39 Tartois – британский сверхтяжелый штурмовой танк, спроектированный, построенный и испытанный в период Второй мировой войны, но так и не запущенный в серийное производство. В начале 1943 года союзные войска ожидали значительного сопротивления в прогнозируемом будущем вторжении в Европу. В результате появился новый класс техники – штурмовые танки, в которых максимальная броневая защита была выше мобильности. Компания Nafield создала 18 отдельных проектов танков АТ – Assault Tank от АТ-1 до АТ-18, разработанные в период с мая 43-го по февраль 44-го года, каждый из которых был больше и тяжелее предыдущего. После окончания войны заказ был сокращен, а АТ-16 был модернизирован под А-39 и было построено всего шесть машин. Один экземпляр был отправлен в Германию для испытаний, где он получил положительную оценку надежности. Однако при весе 80 тонн и высоте 10 футов он был чрезвычайно медленным, и его было трудно транспортировать. Несмотря на то, что данная машина называется танком, ее башня не является поворотной, что в сочетании с мощным артиллерийским вооружением и низкой мобильностью позволяет причислить ее к сверхтяжелым самоходным артиллерийским установкам. Пехотный танк Valiant A-38 от английского «доблестный» британский экспериментальный средний танк Valiant был попыткой дальнейшего развития Валентайна. Новый танк отличался от предшественника значительно более мощным бронированием, до 112 мм, с более рациональными углами наклона брони. Так называемый «щучий нос», считающийся разработкой советских оружейников, был применен на этом танке гораздо ранее, а также вооружением, состоявшим из 57-мм пушки QF-6 Pounder или 75-мм пушки в трехместной башне. Всего к 1944 году было построено два прототипа, различавшихся двигательной установкой и ходовой частью. В том же году все работы по этому проекту были прекращены в связи с приближающимся окончанием войны и успешным ходом работ по более современному танку «Центурион». Пехотный танк А-43, также известный как «Черный принц», британский опытный пехотный танк периода Второй мировой войны. Был создан в 43-45 годах на основе танка «Черчилль», от которого отличался увеличенной шириной корпуса, необходимой для размещения новой башни с более мощной пушкой QF-17 Pounder. Несмотря на значительное усиление вооружения, рост массы из-за увеличения размеров привел к резкому падению подвижности. В 1944-45 годах был изготовлен шесть прототипов «Черного принца», несколько из которых в мае 1945 года были направлены на фронт для войсковых испытаний. Однако в боевых действиях эти машины принять участие уже не успели. Планировалось в мае-июне того же года заказать 300 экземпляров танка. Однако к тому времени на испытания поступили и прототипы перспективного танка «Центурион», в связи с чем дальнейшие работы по «Черному принцу», утратившие актуальность с окончанием боевых действий в Европе, были прекращены. Комрос-75 – британский экспериментальный танк. Первый в странах организации Североатлантического договора и по всей вероятности в мировой истории танкостроения танк с внешним расположением пушки. В качестве шасси для танка Комрос-75 использовалось шасси серийного танка А-34 «Комет». На вращающейся платформе снаружи устанавливалось основное ствольное вооружение – 83-мм нарезная танковая пушка, автомат заряжания и два удлиненных тубуса со снарядами, расположенные по обеим сторонам от ствола, представляли собой унитарную конструкцию, снаружи покрытую защитным кожухом. Недостатком такой конструкции была низкая защищенность боекомплекта, перевозимого снаружи танка, от попадания крупнокалиберных пуль, осколков снарядов и других поражающих элементов. Данные о заводских и полевых испытаниях танка отсутствуют, за исключением того, что британскими королевскими конструкторами был приобретен ценный практический опыт внедрения принципиально новой компоновочной схемы. Wifi M5 – американо-британский легкий танк, созданный в середине 80-х годов совместно британской компанией Wickers Defense System Limited и американской корпорацией FCM International. На основе прототипа легкого авиадесантного танка, разрабатывавшегося для 82-й воздушно-десантной дивизии США, как его экспортная модификация для армии развивающихся стран. Легкий танк весом чуть менее 20 тонн, удельной мощностью 28 лошадей на тонну, вооруженный 105-мм малоимпульсной нарезной танковой пушкой L-7 был неплохим вариантом для экспорта. Разработка танка велась с 1985 года. Полевые испытания проходили в 87-м. В целом, испытания и доводка танка велись до начала 90-х годов. Была достигнута договоренность о поставках танка в Малайзию, но в итоге поставок так и не было. Параллельно с продолжением работ над опытным танком, многие черты Wifi M5, компоновочную схему, двигательную установку и систему управления огнем, вобрал в себя другой экспортный вариант легкого танка того же периода Stingray. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком или комментарием. Текстовую версию ролика с фотографиями вы сможете прочитать у меня на сайте. Ссылка в описании под видео.